Всем-всем привет! Сегодня сделаю небольшой обзор авиационного аварийного маяка. Был найден вот такой вот очень-очень старый аварийный маяк, который ставится в легких самолетах. И при аварийной ситуации, если такое случается, он включается и передает аварийный сигнал на спутник. Тот, в свою очередь, его обрабатывает и уже передает предъявительные координаты возможного местопадения самолета или ЧП, которое с ним случилось. Это маяк американского производства, компания Дорни и Моргорлин. Очень красиво сделан металлический корпус, ставится на самолетах Cessna. Ставился или ставится, наверное, вот так вот. Он достаточно простой, это старая модификация. Сейчас маяки аварийные немножечко другие, исполнение другое у них идет. Они более функциональны стали, уже есть и другие теобазонные работы на 406 МГц. Также они прошиваются имя хозяина, номер самолета, передают информацию также о координате падения, то есть более информативно. Это старая модель, но, тем не менее, они до сих пор в строю, до сих пор работают. Что есть в этом маяке? Непосредственно сама наклейка. Очень интересная. Здесь фирма-производитель. Предупреждение о несанкционированном использовании и о наказании за нем. Направление полета указывается. Указывается, как работать с маяком органов управления и рабочий диапазон. Илти-маяк, также вес его указан. Есть наклеечка, но здесь уже наклейка старая была, время следующей смены батареи. Здесь приблизительно то же самое. С этой стороны органы управления. Что у нас здесь есть? Непосредственно разъем, идущий к антенне для подключения антенны. Разъем дистанционного управления. Сюда подключается штыкирочек с вилочкой. Выносится на приборную панель к пилоту, где устанавливается тумблер. Защищенный тумблер. Непосредственно сам тумблер для управления маяком. Есть три режима. Среднее положение выключено. Крайне правое включен. И крайне левое это автоматический режим. То есть переводя маяк в автоматический режим, он автоматически срабатывает при падении. Там стоит маленький механизм со стопором. Если при ударе он срывается, замыкает контакт, маяк начинает работать. Ну что, попробуем его проверить. Значит, проверка производится каждых 5 минут нового часа. Это нужно соблюдать обязательно. Для проверки вы должны иметь необходимое оборудование, которое позволит вам оценить работу данного типа маяка. Сейчас краткий сделаем экскурс. Как его можно проверить? Есть старая батарея. Вот такая. Вот она уже отслужила свой срок, но тем не менее она до сих пор работоспособна. Так. Подключаем. Сделаем вот так вот. Для контроля будем использовать вот такой вот прибор. Здесь все очень просто. Что мы сможем замерить? Мы сможем замерить выходную мощность, мы сможем замерить выходную частоту, а также на контрольном приемнике прослушать, что передает. Есть ли какая-то тональность, передает ли что-то маяк в эфир. Так. Итого. Первых 5 минут первого часа у нас есть. Антенны у нас нет. У нас все заглушено. То есть в любом случае передатчик, частота никакая не пойдет, сигнал ничего не пойдет на спутник. Мы находимся в бетонном здании. Пробуем. Итого, что мы имеем. Первое в режиме hold поставлено. Рабочая частота передатчика. Здесь она немножечко не совпадает, из-за того, что полоса у него передачи достаточно широкая, нестандартная, намного шире на анализаторе. Поэтому он показывает начало. Есть выходная мощность 400 мВт. И звуковое сопровождение. Сирену, вы слышали, это был контрольный прибор. Контрольный приемник, по которому можно было слышать, что он передает. Вот, собственно говоря, вот такой вот простейший способ, такими простейшими приборами, можно проверить работоспособность маяка. Что хочется сказать. Если вы не понимаете, что это, не понимаете, зачем это, как оно работает, это очень важный прибор. Он обеспечивает поиск воздушного судна при катастрофе, при аварии. Вы должны, если уже к вам попал в руки такое оборудование, вы должны относиться к нему с максимально ответственным. Возможно, кому-то понравится. Это будет интересно. Вот что у нас внутри маяка. То есть, достаточно просто, все надежно. Там электронная схема. В нее ни в коем случае не лезьте любителей улучшайзинга, любителей ремонта и тому подобного. Не лезьте в это оборудование. Это все очень серьезно. Все очень грамотно сделано. Все очень надежно сделано. Здесь ваша помощь не нужна. Если уже есть проблемы с таким оборудованием, что я, в принципе, ни разу не встречал, ну, лучше это отдать профессионалу либо в сервис, кто конкретно этим занимается, ремонтом, анализом и тому подобное. Вот такой вот сегодня обзор получился. Такого маяка. Их очень много попадает. У меня самые разнообразные. Я по наличию буду, наверное, выкладывать разнообразные видео. Очень интересные. Они очень интересно звучат в эфире. Каждый имеет свой звук. Каждый имеет свою тревогу. Вот они очень интересно выглядят. Сигнал очень интересно выглядит на анализаторе спектра. Так что, я надеюсь, по мере поступления что-то больше буду выкладывать. Все, удачи. 73.